А вот основатель школы интеллектуального телевидения Леонид Парфёнов, известный автор и ведущий таких программ, как «Намедни», «Портрет на фоне», «Наша эра» и другие, наоборот, решает расширить свою зрительскую аудиторию за счёт молодёжи. События, люди, явления, определившие образ жизни. Создав программу о сексе. Но Леонид не мог изменить своим принципам качество. Он хотел, чтобы программа всё-таки была и интеллектуальной. Поэтому искал соответствующую ведущую. Необычную, экзотичную и умную. В результате остановил свой выбор на Елене Ханге, которая и стала ведущей ток-шоу «Про это». Елена как раз окончила обучение в Гарварде и поступила в Нью-Йоркский университет, чтобы стать психотерапевтом. Поэтому предложение генерального продюсера канала НТВ Леонида Парфёнова работать в России не сочла заманчивым. Он приехал под Рождество в Нью-Йорк, позвонил в дверь. Я была так удивлена. Он говорит, знаете, давайте вот пойдём, сядем в ресторан хороший, поговорим. Я вам расскажу о наших проектах. Парфёнов рассказал, что заметил и запомнил Хангу по программе Влада Листьева «Взгляд», куда Елену пригласили как участника программы по обмену студентами-журналистами между Соединёнными Штатами и СССР. Но Ханга даже слышать не хотела о работе на российском телевидении. Но уступив настойчивости и шарму Парфёнова, всё-таки согласилась обсудить предложение за ужином. Казалось, с соседним столом сидели пожилая пара американцев. И неожиданно мужчина поворачивается ко мне и говорит, а на каком ты языке? Мы говорим, мы на русском. Да, он говорит, как интересно. Слушайте, говорит, я адвокат. Давайте я буду защищать сейчас ваши интересы. Так, молодой человек, вы теперь со мной разговариваете, Женя. Вот моя визитка. По визитке Ханга поняла, что незнакомца зовут Вильям Доуэлл, и он является одним из самых богатых и успешных адвокатов и бизнесменов Америки. Дальше он с ним поговорил, поворачивается ко мне и говорит по-английски. Так, этот парень мне нравится. Советую, принимая предложение. Я в бизнесе всё понимаю, значит, Лена, езжай. Если контракт подпишешь, 10% мои. Но я подумала, если такой человек советует, надо ехать. Прилетев на следующий день в Россию, Ханга поняла всю серьёзность проекта. Она узнала, что Леонид Парфёнов является не только генеральным продюсером телеканала НТВ, но и одним из основателей Российской школы интеллектуальной журналистики. Парфёнов пригласил Хангу, поскольку искал интеллигентную ведущую, которая бы не краснела. Он решил создать первую в Россию программу, посвящённую сексу. Про это. Леонид знал, что проблемы с русским языком у Елены не будет, поскольку темнокожая девушка родилась буквально на Красной площади. Мой папа, мой родной папа Абдулла Касим Ханг, он был премьер-министром Танзании. Был приглашён на Красную площадь, если вы, может быть, помните, там ритуал был 1 мая, была демонстрация, и иностранные гости стояли рядом с музолей и махали рукой. Моя мама так разнервничала, как они приехали на Красную площадь, начались схватки. Но Ханга не просто родилась в столице, но и выросла в ней, как простая советская девочка. Потому что после смерти отца во время революции в Танзании, они с мамой поселились в Москве. И погиб, когда мне было года 2-3, то есть я его совсем не знала, и я практически ничего не знала о его смерти. Мы просто знали, что он погиб в Танзании, а мы жили в Москве. Несмотря на то, что программа «Про это» выходила поздно ночью, миллионы людей собирались возле экранов, чтобы послушать экзотичного американского эксперта по сексу. На самом деле Ханга не только не могла назвать себя экспертом по сексологии, но и вообще с трудом могла разговаривать на подобные темы. Из-за консервативного советского воспитания. Вы ещё помните эту классическую фразу «в Советском Союзе секса нету». Вот, тем более, что я о сексе вслух никогда, я даже с мамой не говорила о сексе. Кроме темы программы, Елену шокировал и образ, придуманный для неё стилистами. Белый парик для контраста с цветом кожи и голубые контактные линзы, из-за которых Ханга теряла ориентацию при ходьбе и падала в студии. Завершила образ несвойственная интеллигентной девушке жёсткая манера ведения диалога, рекомендованная Парфёновым. И он говорит, надо найти нишу, нишу, которой ещё никто даже не пытался там топтаться. Поэтому придумали вот такой образ, который, конечно же, эпатировал, конечно же, запоминался очень. Идея была ворваться на телевизионное пространство, отпечататься и заставить людей говорить о себе. Ханга запомнила уроки Парфёнова на всю жизнь. Чтобы выжить на современном телевидении, необходимо быть лучше всех. И когда после закрытия шоу «Про это» в связи со сменой руководства канала НТВ Елена стала ведущей и одним из руководителей программы «Принцип Домино», она довольно жёстко продолжала бороться за место под солнцем, грубо вмешиваясь в работу соведущих. Один за другим программу покидали Елена Ищеева, Дмитрий Желобков, Елена Старостина, которые не смогли удержаться на фоне Елены Ханги. Звучавшая со всех сторон критика, в которой Хангу обвиняли в чрезмерной жестокости, только увеличила её популярность, чего она не могла добиться, будучи просто ведущей. На самом деле популярность ко мне пришла тогда. Другое дело, что она была со знаком минус. И было очень много критики. Ханга является ярким примером того, что современные телеведущие готовы строить карьеру, сметая всех на своём пути.